Здравствуйте, подписчики моего канала, а также гости, заходящие на мою страницу. Подписывайтесь, будет всего много интересного. Поздравляю всех с наступающим 2020 годом. Сегодня я по просьбе многих подписчиков решил записать видеоролик, посвященный перестройке радиоприемника VF-202 на любительский диапазон 80 метров, так называемая радиолюбительская тройка. У меня есть несколько видео на моем канале, посвященном о том, как я принимаю этих радиолюбителей. Впервые я хотел попробовать настроить этот радиоприемник еще по журналам радио. Там было описание, как можно это сделать, но я ничего не смог тогда настроить. Потом я нашел в одной радиолюбительской тетрадке, в одного радиолюбителя, есть была простая схема, как можно перестроить этот диапазон. Но сначала я хочу сказать, что вам для этого нужно, для того, чтобы услышать свободных радиолюбителей, так называемых радиохулиганов, на тройке. Во-первых, вам нужна хорошая антенна, то есть длинный провод. Чем выше он от земли и чем он длиннее, тем лучше. Вы сможете принять больше радиостанций. Это первое. Второе. Второе. Нужно принимать их в вечернее время суток. То есть в темное время, в вечернее время. Именно в этот момент открываются дальние прохождения на этом диапазоне. И вы можете услышать очень много радиостанций. Также и настройку нужно проводить исключительно в вечернее время. Днем вы можете, что можете сделать, это подготовить ваш радиоприемник. Что для этого нужно? Для этого нужна вот эта вот планочка. Планочка на 52-75 метров. Она есть в любом радиоприемнике ВЭФ. Радиостанций на ней очень мало на этом диапазоне. Уже почти никого там не осталось. И этот диапазон можно свободно использовать для перестройки на тройку. Что для этого нужно? Для этого нужно удалить все имеющиеся здесь конденсаторы. Они здесь вот в схеме обозначены. Вот эти все конденсаторы нужно удалить, которые установлены здесь. Вы их аккуратно выпаиваете. Выпаивайте очень аккуратно, чтобы не расплавилось. Это нужно делать и небольшой мощности паяльником. То есть там коснулись, отпаяли, там коснулись. Или откусили, даже можно, если получится, можно даже откусить выводы. Чтобы лишний раз не перегревать, чтобы у вас не расплавилось, чтобы не нарушился потом в планке контакт. Можете даже эти конденсаторы аккуратненько откусить. Но только следите за тем, чтобы не порвать вот эти вот маленькие тоненькие провода катушечек. Это первое. После того, как вы эту планку 52,75 метров убрали все конденсаторы, следующее нужно установить два новых. По 240 пикофарад. Первый конденсатор устанавливается между четвертым и пятым контактом. То есть вот первый, второй, третий их нету. И потом пошли четвертый, пятый. И еще один конденсатор устанавливается вот здесь вот в конце, на ГИТР-1. Вот здесь вот, сейчас покажу. То есть вот последний вывод планки. И вот два вывода запаяны здесь. Тоже на 240 пикофарад. То есть я повторяю, планка на 52,75 метров. Удаляете все конденсаторы, которые здесь стоят. Вот, откусываете или отпаиваете аккуратно, если там можете. Ну и впаиваете два конденсатора. Четвертый, пятый вывод здесь. И здесь вот от последнего считайте раз. И вот здесь вот раз, два. На эти два контакта. Я не знаю, как они называются по схеме. Дело в том, что здесь у меня осталось только описание с журнала радио. Но она почему-то не заработала. Вот 14 и... 14 и 11. Я не знаю почему. Диапазон сместился, но куда он сместился, я так и не понял. У меня тогда ничего, что-то не получилось. А вот так вот у меня получилось. Эта планка сейчас работает. Сейчас, к сожалению, день. Я не могу продемонстрировать прием радиолюбителей. Да и антенны у меня сейчас в данный момент хорошей, длинной нет. Но не суть. Когда у меня была хорошая антенна длинная, я мог записывать вот эти видеоролики. Я их свободно принимал. Далее. Что делаем дальше? После того, как вы эту планку конденсатора установили, дожидаемся вечернего времени суток. То есть темно. Там, например, 7-8 часов, там 9 часов вечера. Первое, что мы делаем, это настраиваем катушку гетеродина. Мы начинаем ее подгонять под прием рубительских радиостанций. Это вот здесь. Вот она. Вот, наверное, отвертку лучше буду показывать. Вот эта катушка. Это катушка гетеродина. Ее нужно или вкручивать, или выкручивать, я сейчас не помню. Но ее выкручивать нужно до тех пор, например, покрутили, там сделали несколько оборотов, 3-4, и начинаете настраивать диапазон, пока не услышите радиолюбительские станции. При этом в высокочастотной части диапазона радиовещательные станции должны пропасть. Вот. То есть их там быть не должно. Сейчас я покажу, где они будут. В каком участке диапазона. Так. Так, где у меня? Так, 1000. Так, сейчас одну минутку. Да. Вот в этой части от 1000. Как вы вот здесь вот видите. Вот до сюда. Не должно быть вещательных радиостанций. То есть вы должны выкрутить так, чтобы их здесь не было. И после того, как они здесь пропадут, у вас, соответственно, здесь уже по всему диапазон появятся вот эти самые... Вот эти самые свободные радиолюбители. Вечером их очень много там. Мощности у них большие. Там и киловатт, и больше. Поэтому, я думаю, принять, услышать их не составит труда. После того, как вы настроили вот эту катушку Традзина, ее покрутили там вперед или назад. Вот она у меня практически выкручена. Дальше настраивается входной контур. Входной контур настраивается по максимуму сигнала. Вот. Вот этот входной контур. Он связан вот с первым выводом. Там вторым, третьим, четвертым. Вот. Входной контур. Входной контур настраивается по максимальной громкости. То есть вы там настроили какого-то радиолюбителя и крутите ее до тех пор, пока у вас не будет максимум сигнала. после того как вы настроили максимум все у вас планка готова всего две катушки и два конденсатора все что вам нужно то есть я повторяю нужно найти планку на 52 75 метров или использовать вот который здесь установлена в радиоприемнике затем удалить все конденсаторы которые там установлены вот после того как удалили конденсатор впаивать и новые по 240 пик фарад вот здесь вот вот этот вот впаивать на 4 4 и 5 контакта вот и вот эти вот от последнего если считать вот последний вывод и вот на 2 тоже тоже 240 пик фарад настраивать катушку гетеродина до появления свободных радиолюбителей и катушку ходного контура до максимального сигнала настраивать нужно вечернее и темное время суток вот и желательно чтобы у вас была хорошая хорошая антенна длинный провод вот это самое главное ну что ж вот и все в принципе все я вам объяснил показал еще раз всех с наступающим новым годом подписывайтесь добавляйте в избранное ставьте лайки подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы я на все вопросы обязательно отвечу всем спасибо за внимание надеюсь что вы тоже сможете настроить так свой радиоприемник на тройку как получилось это у меня всем приятных новогодних праздников